Новый сквер на площади Маркса Новый сквер на площади Маркса – это также и один из проектов конкурса «125 идей для города». Воплощать мечту о зеленой зоне в центре Левобережья начали, не дожидаясь подведения итогов в народном голосовании. А вот предложения, прошедшие сита отбора жюри и жителей города, планируют реализовать в 125-летию Новосибирска в следующем году. «25 идей» станут подарками для всего города, по 10 проектов реализуют в каждом из районов. О том, что же предлагают улучшить жители и чем украсить улицы родного города, поговорим далее. Конкурс завершился. Что чаще всего хотели изменить жители? Знаете, нам самое главное хотелось подключить как-то жителей вообще к подготовке к юбилею города. 125 лет в следующем году исполняется Новосибирску. И можно сегодня точно сказать, что горожане включились, потому что поступило 1300 предложений. Фактически 4000 приняло участие в голосовании по тем или иным идеям. И сегодня мы говорим, что мы отобрали действительно те идеи, которые волнуют горожан. Много идей. Допустим, работа над восстановлением кинотеатра «Космос», его архитектурного облика. Конкурс, что дал какой-то толчок. То есть сама идея, чтобы был восстановлен архитектурный облик. Именно так кинотеатр выглядел, как он выглядел раньше. И сегодня при формировании концессионного соглашения инвестору ставятся именно такие условия, которые были продиктованы этим конкурсом. Большинство, конечно, вопросов касается благоустройства. И это очередной раз подтвердило правильность тех городских приоритетов, которые мэр обозначил. Потому что самое важное направление, программа «Зеленый город», это касается благоустройства и зеленения нашего города. Горожане проголосовали за идею «Город без пыли», «Ливневые канализации», большие такие серьезные задачи, за которые город уже взялся. На этап общегородского голосования отбирали предложения, которые могут реализованы быть именно в юбилейный год. Сегодня те идеи, которые прошли голосование, конечно, они в приоритете. Все остальные мы, конечно, берем в работу. И сегодня начинается работа над стратегией развития города до 2030 года. И в основу этой работы будут положены те предложения, которые сегодня, в принципе, все, которые поступили на этот конкурс. Ну и, наверное, вопрос финансов самый острый. Ответственные лица мэрии Городного Сибирска, департаменты, сегодня они получат итоги этих голосований. Их задача будет действительно определиться по своим возможностям, по своим программам, когда в следующем году начать их реализацию. Ну, если отметить, то, конечно, не все идеи, конечно, будут реализованы за счет бюджета. Мы очень хотим, чтобы подключился и бизнес, предпринимательское сообщество. Более того, я скажу несколько идей. Даже невозможно потратить на них бюджетные деньги. В частности, идея создания часовни на территории городской больницы, архитектурная академия, союз архитекторов, ассоциация дизайнеров. Они предложили свою безвозмездную профессиональную помощь. То есть давайте мы вместе проработаем те идеи, которые поступили на конкурс, сделаем из них проекты. И более того, предприниматель и бизнес-сообщество откликнулось. Говорит, да, мы заинтересованы, видим интересные идеи. Мы готовы по мере своих сил вкладываться. И это не обязательно, что все идеи должны за счет бюджета быть реализованы. Наоборот, хорошо это будет, если это будет совместный вклад. Может быть, какие-то крупные компании возьмут те идеи целиком. Сейчас вот в переговорном процессе как раз, я думаю, у нас получится. Спасибо за приятное общение и полезную информацию. Вам спасибо.